Первая персональная выставка для художника всегда нечто особенное. Для Олега Семенова первой большой площадкой, на которой он представил свои живописные работы, стал Щелковский историко-краеведческий музей. Художник родился в Ташкенте, окончил Пензенское художественное училище имени Савицкого, затем Российскую академию живописи, вояния и зодчества Ильи Глазунова. Сейчас преподает в детской художественной школе имени Врубеля в Москве. Начинал он с изучения историко-религиозного направления живописи и даже в студенческие годы принимал участие в росписи стен Троицкого собора в Щелкове. Но в зале музея представлено совсем другое направление – пейзажное. Олег Семенов – последователь русской реалистичной пейзажной школы. В его работах любовь к родине и красота ее природы, будь то бескрайние поля или горные вершины, скалистые берега рек или тихие подмосковные рощи. Картины, что называется, вне времени, написанные правдиво и искренне. Когда вы попадаете в этот зал, понимаете, как красива наша страна. Потому что, даже не читая названия, можно понять, какой регион изображает художник на своих погодах. Это на самом деле завораживает. И с такой особенностью, как я выглядела для себя, когда смотрела работы, является умение очень тонко передать время сутра. Какие-то вещи пишутся, потому что это, в принципе, работа художника. Какие-то вещи ищешь, потому что есть какая-то задумка для каких-то идей разрабатываешь. Да и просто это тяга к красоте и задача передать ее от себя максимально. Выставиться в историко-краеведческом музее Олега Семенова пригласила сотрудник музея искусствовед Анна Шершина, с которой они знакомы по учебе в Академии. На открытие выставки приехали друзья и коллеги художника, которые поддержали его и поздравили с первой персональной выставкой. Сам же Олег, делясь впечатлениями, был несколько самокритичен. Но, наверное, таким и должен быть настоящий мастер. Выставка пейзажей Олега Семенова будет работать в Щелковском историко-краеведческом музее ровно месяц, до 21 августа. Ирина Микеда, Александр Оржевский, Щелковское телевидение.